Здравствуйте, мои хорошие! Приглашаю вас сегодня принять участие в спасении вот этого замечательного кипарисовика Элвуди, который я купила себе на Новый год в подарочек, как вот такую живую елочку. И, конечно, хотела его сохранить до высадки в открытый грунт, хотя, в общем-то, читала, что это сделать достаточно тяжело, но все было поначалу замечательно. Он у меня рос, я его опрыскивала каждый день. И он выглядел очень бодреньким и веселеньким. Но, к своему стыду, последние вот несколько дней он у меня задвинулся на подоконнике там за большой цветок, и я про него забыла. И сегодня вот, когда стала делать там перестановку, обнаружила его, и выглядит он вот так не очень бодренько, так скажем. Но я не отчаиваюсь и призываю, особенно начинающих цветоводов, никогда не опускайте руки сразу. То есть поборитесь за свое растение, даже если вам кажется, что оно вот совсем уже все погибает. Но ничего подобного. Это как зачастую бывает у людей. Мы никогда не знаем, какие внутренние силы заложены и в человеке, и в растении. Вот если растение хочет жить, и в нем еще остались силы, то нам надо помочь ему в этом. И вполне возможно, что все будет очень хорошо. Вот я буду бороться за свой кипарисовичек однозначно. То есть, ну видно, что у него есть тут еще зелененькие такие веточки. И мы можем попытаться. Вот я поместила его в такую емкость с таким замечательным названием «Мал золотник да дорог». Чтобы он знал, кипарисовичек, что он мне очень дорог, и что я хочу, чтобы он остался со мной и жил в моем саду очень долго-долго и радовал. Мы будем за ним ухаживать и тоже его обязательно любить. Чтобы он не обижался, что вот так я про него забыла. Вот. В эту емкость я налила раствор, ну водичку с фитоспорином и поместила. Вот два часа он у меня там стоял. Вытащила его из вот этого несчастного маленького горшочка, где он там находился. Представляете, все это время. Ну, в общем, конечно, помучила я его, пусть он меня за это простит, мои хорошие. Ну вот, достанем его из этого раствора. И сразу вот хочу сказать, что надо обязательно-обязательно расправить вот эти корешки. Я уже это немножко сделала перед тем, как поместить его в фитоспорин. Чтобы вот они были все, корешки оплетены как бы вокруг. Вот как он в горшочке рос, так вокруг они и шли. Вот если не сделать и не расправить их, то вполне возможно, что у него самого не хватит сил пустить корешки, значит, вниз, да, и дальше искать себе еду, воду. Поэтому надо ему помочь, и вот эти корешки как можно больше вот расправить. Ничего страшного, если какой-то корешочек оборвется, ничего страшного. Мы даже вот эти длинненькие корешочки немножко подрежем, чтобы они лучше пустились, так сказать. Это были более такие, пустили новые корешочки боковые и стали более пышненькими. Вот, видите, какие корешочки тут еще. Ну, в общем, вот так мы ему помогли. А дальше, я думаю, у него хватит сил расправить остальные корешочки самому. То есть уже мы основную работу сделали, задали направление, куда корешочкам расти. И теперь хочу присыпать это все корневинчиком, чтобы новые корешки лучше образовывались. И хочу вам показать вот такую мою находку, которую, ну, может быть, это не новость для вас, но я для себя вот открыла. И считаю, это очень удобно. То есть я пересыпала вот несколько пачек корневина вот в такую икеевскую солонку. Она, значит, с одной стороны у нее есть достаточно большие дырочки, а с другой стороны есть вот такое более, ну, крупное отверстие. Это можно какие-то большие, крупные, когда мы сажаем растения, то есть чтобы там побыстрее пудрить, можно вот через эту дырочку сделать. Ну, сейчас вот мне удобнее через вот эти мелкие дырочки припудрить эти корешки, что я сейчас делаю. Так возьмите вот на заметочку, очень удобное дело. Никогда ваш камневин не намокнет, даже если вы его там вдруг забудете, где-то на грядочке оставите. Только единственное, что вот хочу предупредить, особенно начинающих, обязательно сделайте наклеечку. Потому что, ну, вот в солонке, да, не все такие продвинутые цветоводы, как вы, могут перепутать, там, особенно дети, старики, взять, там, сорвать помидорку с грядочки и присолить. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому сразу сделайте наклеечку или какую-то надпись такую большую. А еще лучше вот прямо наклейте этикетку, уже это никто точно не перепутает. Ну вот, давайте вот так присыпем корешочки, припудрим вот так хорошенечко. Лишнее с этот даже может быть многовато. Вот. С одной стороны много, с другой пусто, с другой густо, как говорят. Ну вот так я припудрила, все расправили. Вот такая она у нас теперь умничка. Расти, мой хороший. Взяла вот горшочек сразу побольше, потому что, ну, в принципе, корневая эта система, видите, какая большая. Ну и стараемся расправить. Сделала ему там хорошую смесь. То есть смесь питательная еще ее разрыхлила этим кокосовым субстратом, добавила туда, перлитика. В общем, такая рыхлая достаточно смесь. И вот сейчас я его туда присыплю. То есть внизу уже там тоже есть хороший дренажик я сделала. И вот такую ему вкусненькую земельку насыплю. Так что будем надеяться, что он сейчас наберет силы, расправит свои корешочки. И еще три месяца ему дома жить со мной здесь. А потом мы поедем, и будет он жить у нас в саду. Долго и счастливо радовать нас. Песа радоваться солнышку весне, лету. Все-все будет у нас хорошо. Ну, в общем, вот так сейчас это выглядит. Сейчас мы горшочек отмоем. Ну вот, будем наблюдать с вами, как все у нас получится. Я очень-очень надеюсь на положительный успех. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, будем дружить. Пока!